Отделение реабилитации номер 2 Центра социального обслуживания «Вера» в развилке изначально создавалось для работы с детьми и инвалидами. Но с годами здесь стали заниматься и с ребятами со слабленным здоровьем, начиная с грудничкового возраста. Сейчас отделение в год обслуживает более 450 маленьких пациентов. Стоп! Перевернулись на животники. Руслана Брика о Центре «Веры» узнала совершенно случайно, когда участковый врач прописал ее дочке Софии массаж. Мы очень довольны, потому что здесь, помимо того, что, скажем, вот эти процедуры, которые носят лечебный характер, да, восстановительный, здесь еще такая атмосфера семейная. В общем, я бы сказала, что это какой-то семейный клуб, потому что детям здесь нравится все. Дочь наша в восторге от этого. Центр и каждый день она просится сюда. По соседству с залом ЛФК есть кабинет гипокситерапии. Это профилактика всех простудных заболеваний, питание головного мозга для некоторых категорий пациентов, да, укрепление иммунитета. Множество проблем со здоровьем поможет решить профессиональный массаж. Приходят вальгусы, варусы, ДЦП, дисплазии, плоскостопие, нарушение осанки, сколиозы. Самый любимый кабинет маленьких подопечных центра – сенсорная комната. Я очень люблю занятия в сенсорной комнате. Они способствуют развитию воображения, чего сейчас не хватает у наших компьютерных детей. Мы можем поплыть в море, полететь в космос. Также ребята занимаются арт-терапией, работают с кинетическим песком. Для каждого ребенка подбирается индивидуальная программа реабилитации. Потерялась буква «Р». Где? В трамвае, например. Работает в отделении реабилитации логопед-дефектолог Антонина Шустрова считает, что скорректировать речь можно в любом возрасте. Но лучше начинать это делать вовремя. Ребенок, например, в два года уже начинает говорить «ф» при помощи губ или начинает звук «р» выдавать французский, то желательно начать обращаться еще как можно раньше. И даже если ребенок еще не готов прямо сидеть и заниматься перед зеркалом, все равно логопед найдет какие-то подходы к ребенку, чтобы в игровой форме начать с ним что-то прорабатывать. Отделение продолжает работать и в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Все сотрудники работают в масках и перчатках. Ежедневно проводится дезинфекция всех поверхностей и аппаратуры. Также у нас есть еще дезинфекторы, которые мы включаем после каждого часа. И они у нас 10-15 минут дезинфицируются. Помимо проветриваний. Помимо проветриваний. То есть защита от коронавируса. Коронавирус не пройдет. Очень довольны. Тут и профессионалы хорошие. Рекомендую всем родителям сюда приходить. Все требования, касающиеся коронавируса, тут исполняются. Все ходят в маске, дезинфекция. Центр Вера проводит реабилитацию деток совершенно бесплатно. Чтобы записаться на занятия, нужно обратиться в центр и собрать необходимый набор документов. Екатерина Борисова, Александр Логин, Ольга Садовская. Видно этого.